1 февраля в Китае начали отмечать Новый год по лунному календарю. А это значит, что бык, символ 2021-го, наконец-то уступил свой титул тигру. Ну а мы решили подвести итоги нашего праздничного фото- и видеоконкурса «Мой маленький тигр». Скажем сразу, выбрать победителя было нелегко. Все без исключения претенденты оказались достойны звания победителя. Чем не тигр, скажем, кот Сонник нашей коллеге из видновских вестей Виктории Филатовой. Он хищник. Так как мы живем рядом с лесом, он мне часто приносил мышек. Он очень грациозный, передвигается плавно, тихо. Очень любит наблюдать за всем, что происходит за окном. То есть он наблюдательный, любопытный. А вальяжная красавица Ёша виновчанке Маргарита Штырковой, хоть и не обладает тигринным боевым нравом, но кошачьей грацией ей точно не занимать. Кошка-аристократка. Очень истинная леди. Все делает с изяществом. Даже там, не знаю, хвостик обернуть вокруг ног, это выглядит красиво. Но конкурс есть конкурс. И наша редакция в ходе жарких дискуссий выбрала двух победителей. Итак, в номинации «Фото» первое место мы присудили грациозной инопланетной кошке Луни, видновчанке Надежды Каревой. В письме к нам Надежда рассказала, что ее маленькому тигру всего 9 месяцев. Луна Ориентал. Она игрива, разговорчива и по повадкам очень напоминает собаку. К примеру, умеет приносить хозяевам мячик и знает несколько команд. Надеемся, что свои таланты она продемонстрирует и в нашей студии. А вот в номинации «Видео» мы решили отдать первое место коту Ваську, нашей землячке Елены Артемьевой. Васек также еще совсем молод. Ему 6 месяцев. И как любой котоподросток, он игрив, умен и шкодлив. Поздравляем победителей. В ближайшее время мы с ними свяжемся и пригласим на съемки к нам в студию. Ну а всех видновчан с наступившим годом «Голубого водяного тигра». Екатерина Борисова, Александр Логинов, Кирилл Иванов, Ольга Садовская. Видно этого.